Я жил в советское время и живу сейчас. И я хочу сказать, что сейчас я живу лично, детский композитор, ну в тысячу раз лучше, чем в советское время. В тысячу, в десятки тысяч раз лучше. Я и в советское время был обласкан, как говорится. Я жил в Москве, до этого жил в Ленинграде, начинал в Ленинграде, потом в Москве. Я имел, в отличие от провинциалов, имел доступ к студиям хорошим, снимался на телевидении, поскольку телевидения было мало. Если ты там показался, ты уже кумир и герой. Я выпускал пластинки. Но сейчас этих фирм грамзаписи очень много. А была одна мелодия. Каналов море. Это значит, что появилась честная конкуренция. Если ты хочешь быть известным, любимым, популярным, ты должен быть лучше, чем все остальные вокруг. Много честного появилось. И это время жесткое и жестокое, но оно любит отличников. У нас была трехкомнатная квартира. Отец был строитель, герой севера. О нем снят фильм на Тюменском телевидении. Был первопроходец. Газ, снег добывал. И нам все завидовали. Но это по нынешним временам такая убогость. Купить было нельзя квартиру. Люди жили в коммуналках. Стояли в очереди годами, десятилетиями на эти квартиры несчастные. Первую машину я тоже купил в Бельгии. Ладу. Я здесь не мог. Туда поехал за две недели, заработал деньги. Купил ее, пригнал в порт, в Ригу. Конечно, это время просто гораздо благосклоннее. Те, кто даже сейчас живет плохо, все равно живет лучше, чем в советское время. В советском времени тоже было много хорошего. Но в отношении детей, скажем. Было много кружков, секций. И вот этот задел, он перешел сейчас. И в это время на Западе ведь нет никаких дворцов культуры. Ничего нет. А у нас было. И осталось, слава Богу. Поэтому никакого кризиса нет. Он в головах. В чем кризис, я не знаю. Цены больше, меньше. Все равно продуктов изобилие. Тогда продуктов не было. Не было продуктов. А за сапогами зимними стояли ночами, в морозы записывались. Так было жалко женщин. Ведь очень хочется хорошо одеться. Были колбасные электрички. Да ужасно все было. Экономика была ужасающая. Поэтому сейчас для тех, кто жил в то время, все разговоры, кризис. Вот сейчас будет лучше, хуже. Они смешны. Потому что мы такое пережили тогда. Сейчас это называлось бы коллапсом. Просто трагедией. Просто ну все. А тут, в общем, доллар туда-сюда качается. Сейчас, кстати, я считаю, что вот эти санкции, это огромная польза для нашей страны. Огромное счастье просто. Просто это должно было случиться. Иначе нас подсаживали бы дальше и дальше. Не работать, а жить как обломово. Нефть, газ, все есть. Природные ископаемые. Никто особо не трудится. Молодежь слоняется. Мы все больше подсаживались на западные экономические всякие штуки. То есть зависимость росла с каждым днем, можно сказать. И, наконец, нам отрубили эту зависимость. И теперь, ребята, давайте сами. Вот это давайте сами, это очень здорово. Потому что я по себе знаю, когда вдруг все останавливается, начинаешь крутиться. Когда все хорошо, тебе звонят. Сегодня фильм предложили. Музыку фильма написать. Завтрак мультфильму. Послезавтрак спектаклю. Сидишь, там телефон звонит. Ты выбираешь. И потом раз вдруг и ни одного звонка. Ничего нет. И деньги кончились. И ты начинаешь судорожно, забыв о гордости, выступать везде, за любые деньги, сочинять, предлагать, крутиться начинаешь. Рано вставать. Вот. И тут же и спорт пошел. Ты должен выглядеть. Ты уже за собой следишь. Это же здорово. Поэтому санкции, это классно. Это Господь Бог любит Россию, послал их. Вот. Время замечательное. Сколько я дисков выпустил. Я же вошел даже в эту книгу рекордов Гиннеса российскую. Дисков, наверное, дисков одних 60-70 у меня. Ну, более 50. Ну, было и пластинок немало. А с кассетами, так вообще, между пластинками и дисками были кассеты. Если видишь на картине нарисована река, или ель и белый иней, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется пейзаж. Нам помнится в вороне кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Вам, может быть, корове однажды повезло. Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой. Коробки с карандашами, горы и океаны, гномы и великаны, и кот с большими усами. Субтитры создавал DimaTorzok